так получилось то что в детстве у меня довольно рано не стало родного отца вот меня воспитывала мама бабушка дедушка до определенного возраста потом в моей жизни появился довольно такой важный человек мой отчим который смог понять мою маму понять какие трудности приходилось преодолеть потому что там грубо говоря в 21 год у нее остался ребенок на руках и ей надо было работать она бросила учебу она пошла и работал официанткой для того чтобы обеспечить будущее своему ребенку вот и она хотела чтобы принципе она мне не раз говорила то что я буду стоять над городами и буду и приходили эти сны и у нее есть определенные видения до насчет тех людей которые близки и она знала то что мне просто нужно дать толчок и это будет это само само все придет вот она правильно меня направляла правильно воспитывала а я как ребенок был очень очень удобный потому что я знал что маму приходится работать не надо ее трогать надо дать ей отдохнуть она могла там прийти спать ночью я мог в темноте катать машинки потому что чтоб ей ей было удобно выспаться и я безумно люблю своих родителей и в принципе я скажу так то что все что я делаю все что я делаю занимаюсь бойцовским видом спорта а вообще вот этим бизнесом бойцовским это все для них для моей мамы для моего отчима для моего младшего братишки и в любом случае частично связан со своим родным отцом это чуть другое это вот тут и вот тут и и конечно же я чувствую когда я в ринге то что мы с ним вместе кикбоксингом я начал заниматься в семь лет достиг довольно больших результатов являюсь мастером спорта международного класса принимал участие на чемпионате мира становился чемпионом мира 2019 года становился победителем первенства мира 2014 году становился пятикратным чемпионом европы среди профессионалов также являюсь чемпионом мира среди профессионалов и восьмикратным чемпионом россии по любителям в семь лет я пришел к своему тренеру к андре ладью чучадину и так получилось что мы плечом к плечу идем к нашим целям которые мы друг перед другом ставим и планируем достигать занимаясь в школе чадина также у нас есть главный наставник без которого вообще в принципе этой бы школы не было это наш старший владимир владимирович чадин это отец моего тренера благодаря этому человеку я смог познакомиться с андре владимирович им потому что он его воспитал сделал как спортсмена сделал как личность и помог приехать ему в орел потому что мой тренер сам родом из киргизии добивался высочайших результатов для того чтобы выступать на профессиональной площадке он ездил в германию а на последние деньги проводил там по пять шесть боев и после этого покупал машины в германии гнал их киргизии для того чтобы хоть чуть-чуть заработать на том что он боксирует по профессионалам после чего он решил завязывать своей профессиональной карьеры и перебрался в россию приехал в наш город оттренировав здесь около двух лет я пришел к нему зал и начал тренироваться и становиться лучше и вот до сих пор мы идем идем и достигаем успех вообще как это все произошло для меня как для ребенка да я закончил первый класс по сути вот мои родители то что я очень рано в школу пошел понимали что я физически слабее всех меньше всех и как бы надо мной могут издеваться поэтому нужно было куда-то отдать тренироваться в принципе в школе заставляли что детей отдавали на секции меня повели в бассейн на наш любимый стадион ленина в городе это один из единственных мест где было можно куда можно было привести ребенка и отдать куда-то заниматься на гимнастику меня не взяли так сказали что рахидный ничего из меня не получится привели на привели на плавание вот пришли пассейн был закрыт там стоял тренер по боксу эдуард трояновского нашего пославленного орловского боксера и он говорит на какой из него плавец настоящий боксер посмотрите на его нос моя мамка такая смотрит на меня а в то время это вот двухтысячные года это время после девяностых когда боксеров это разбитые лица поломанные нос и она так и типа да нет он не боксер да нет это настоящий боксер приходите типа и при приводите его и посмотрим что получится родители спросили меня хочу ли я на бокс мне было вообще честно без разницы я кайфовал от того чтобы сидеть дома рисовать я очень такой человек творчества был меня принципе наверное связь с монтажом именно от этого идет то что ее нравится видеть красивую картинку и там запечатать на листке или вот сфотографировать сейчас прекрасная возможность оставить яркие впечатления для себя меня привели на бокс опоздали мы так задержались на пять минут и я попал на кикбокс своему тренеру кандре владимирович и так вот остался честно провел первую тренировку ничего не понял но очень понравилось мне понравилось то что ребята которые уже выступали на соревнованиях которые ездили на соревнованиях они тренировались в ринге для меня это была такая маленькая цель который хочу достигнуть я хочу попасть в ринг тем ребятам который ездит на соревнования и я помню вот эти вот около четырех месяцев тренировок как я отдавался, как я трудился, потел для того, чтобы попасть в ринг. И через 4 месяца Андрей Владимирович сказал, типа, не хочешь поехать на соревнования? У нас соревнования по боксу проходили в области. Я, конечно же, захотел, поехал, и так получилось, что не все прошло для меня удачно. Я стал вторым, но это вот вот тут вот есть второй номер. Он запомнился для меня. Почему? Потому что именно в тот момент мне стало безумно обидно, потому что я старался. Я, честно сказать, не проиграл в том бою. Я шел вперед, бил, 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 бил мальчика. Но отдали в другую сторону. Это бокс. Это нормально, когда отдают в другую сторону. И для меня было обидно то, что есть несправедливость. Я хочу доказать, что я могу быть сильнее, даже когда нет вариантов на моей стороне. И это было моей целью, которая двигала меня из раза в раз перед каждым стартом. То, что я должен доказать, что я сильнее. И Андрей Владимирович делал правильные находил правильные слова для меня, правильные мотивации, показывал свои бои, как он выступал на профессиональном ринге, как он дрался по профессиональному боксу. И я влюблялся в это каждый день. Я приходил домой, брал его кассеты, которые он мне давал, или оставлял на тренировке. Приходил после школы, не делал уроки, а сидел, смотрел его бои, выписывал на листке техники и разные комбинации, которые мне нравятся, которые он делает. Потом приходил, отрабатывал в зале. Не делал при этом уроки, потом приходил после тренировки, сидел там до двух, до трех часов ночи, чтобы уроки успеть для школы сделать. Потому что если бы я учился там на тройке, мне бы Андрей Владимирович в зале не поспал. Я с первого дня влюбился в то, что я преодолеваю себя. Что мне приходится заставить себя что-то делать. Когда я начал влюбляться в это, с каждым днем все больше и больше, я понял, что мне не нужно себя заставлять. Что я прихожу в зал и получаю от этого удовольствие. Поэтому всегда, когда ребята приезжают ко мне на тренировки, кто-то из других залов, знакомые, просто на подготовительный процесс мой. Меня всегда спрашивают, как делать ту или иную работу. И я всегда говорю «в удовольствии». Потому что занимаясь физической нагрузкой, ты должен кайфовать. Если ты не будешь получать удовольствие от того, что ты нагружаешь свое тело и понимаешь, что ты делаешь себя лучше с каждым днем, нет смысла ходить в зал. В зал нужно приходить и понимать, зачем ты туда приходишь, а не просто почесать языком. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Андрей Владимирович меня очень правильно мотивировал. Бои, потом эти стадионы, которые он на видео показывал, когда проходила К1 Макс, когда там по 80 тысяч человек стадиона собирались. И он показывал, я сидел с ребенком там 8 лет, смотрел на это и хотел, хотел там драться. Он говорил, будете трудиться, вы там будете. Просто нужно любить, трудиться, и все получится. Я любил, я трудился, и, наверное, одна из первых таких заведных целей, которая была в моей жизни, я в первый раз вышел за бойцом, на чьих боях учился. Мне было 18 лет на тот момент, я дрался за титул чемпиона Европы в Чехии, на площадке, где я за две недели до этого турнира проходил UFC. Там было 13 тысяч человек. Я выходил, до ринга был язык 40 метров, пламя, музыка, под которую я могу настроиться и смотивировать себя. А в ринге стоял соперник из Турции, Иркан Варал. Я в 10 лет смотрел его бои с Майком Замбидисом, Сэнди Сойером. И хотел, хотел делать те комбинации, которые он делал в тех боях. И я учился на его боях. И в тот момент, когда я стоял, играл музыка, вот этот вот 40-метровый язык до ринга, я понимаю, что я вышел на то, что говорил мне Андрей Владимирович в 8 лет. То, что мы будем драться на тех площадках, на которых вы мечтаете, с теми бойцами, на которых вы учитесь. И это меня сильно зарядило, это дало мне толчок, я вышел. У меня перед этим боем была сломана рука, я вышел, в принципе, с незажившей рукой, у меня была еще трещина в ней. И я поменял полностью свой план подготовительный. Я вышел и работал в другой стойке. Это просто сбило моего соперника настолько сильно, настолько безумно растерялся. Я смог правильно не дать ему дистанцию, просто разбивал его, не пускал. После чего в четвертом раунде поменял стойку и сломал ему ребро. Смог завершить бой нокаутом. И я завоевал один из самых, наверное, таких значимых титулов чемпиона Европы в своей карьере. Я победил именно того бойца. Точнее, я не победил бойца, я победил самого себя в этом бою, потому что я смог правильно себя настроить, правильно себя подвести, правильно морально сосредоточиться, чтобы быть все сто процентов этого поединка сконцентрированным. И после этого боя я впервые услышал от своего тренера молодец, четыре с плюсом. И это прям было кайф, потому что четыре с плюсом это круто. И это дало мне толчок прийти в зал и еще начать работать. Я могу сказать так, Андрей Владимирович один, это наш мозг, это мозг всей нашей операции, это вся тактика, техника. Также есть человек, который ему помогает, это наш второй тренер, это Александр Тян. Я безумно благодарен этому парню, потому что по сути это человек, который всегда находится рядом со мной и в любой момент готов прийти, помочь и сделать так, чтобы я был максимально в деле, максимально работоспособен. Субтитры сделал DimaTorzok Я ни разу не видел и не слышал от него такого, что может не пойдем на тренировку или еще. Как бы не было тяжело или время поздно или не успели, там делами замотались, сто процентов он пойдет на тренировку. Не важно день, утро, ночь, Влад будет сто процентов на тренировке. И даже не важно состояние его физическое. Болеет, он сломан, что-то болит, что-то, это все мелочи. То есть для него тренировка это в первую очередь. Занимаемся мы в фитнес-клубе Система, тренировки у нас проходит тоже в системе, но и также мы тренируемся и на улице, и локация для нас не важна, где мы будем. Мы будем в Москве на улице, будем тренироваться в Москве на улице, будем в Орле на улице, будем в Орле на улице, в лесу, не важно. Где бы что мы не делали, у нас везде тренировки идут, даже на отдыхе влада очень важная семья потому что он как я представляю лично я представляю все что он добился это благодаря семье потому что правильно воспитала семья я знаю что если я буду лишен возможности общения самыми близкими для себя они всегда меня почувствуют ментально а я почувствую их мы всегда соединены соединены вот этой вот линии который передает наши мысли друг другу поэтому я всегда чувствую когда есть волнение у моих 1 4 года назад я познакомился с парнем с которым найти от одного слова понятно что вы на одной волне этот человек с четырех лет в автоспорте картинги за это наверно один из сильнейших людей в россии вот именно в картинг это леонид панфилов мы с ним прошли огонь и воду на самом деле за эти четыре вот мы 42 километра бегали моим участием его спровоцировал на это вот этот парень показывает мне насколько можно быть более целеустремленным и трудолюбивым чем я сколько он трудится то сколько он делает движений и то как он мыслит мотивирует меня и для меня он как старший брат есть волнение у моих родных всегда чувствую переживание своего друга когда он находится на гонках когда ему предстоит серьезный старт и я понимаю насколько трудно не только ему а его близким вот у моего друга есть понимание и в мою сторону такое же он знает насколько моя мама переживает он знает насколько моему родным вообще в принципе тяжело видеть то когда я выхожу на ринг это тоже самое когда я смотрю его гонки и думаю господи главное чтобы все было нормально что там никакой рычажок не подвернулся ничего не произошло потому что ты понимаешь насколько он много времени в это вложил сколько труда он этому отдал и как он это сильно любит настолько же сильно насколько люблю это я в обычной жизни он скромный парень очень застенчивый добряк прямо души добряк поэтому он не друг он братан мы проделываем кучу разных веселых движух периодически то можем выбраться на мотике покататься ну просто абсолютно разнообразное и когда дело касается спорта это абсолютно сосредоточенный глубоко погруженный в этот процесс профессиональный боец мы все одна такая большая семья здесь в орле так случилось что когда мы с ним познакомились у нас не было кого-то момента что и серии неуютно неудобно у нас как-то сразу возникли темы о чем говорить потому что понимали философию примерно друг друга и сейчас когда он дерется когда он побеждает ты понимаешь это ты знаешь эти эмоции сам ты это проходил и ты это чувствуешь это родной человек реально с которым прошли много ситуаций разных из моих когда мне были тяжелые времена и когда у него и это вот определенная дружба переросшая в такую семейственность у нас есть такое взаимопонимание я знаю как он относится к соперникам и я знаю что я перенял него это это огромное уважение потому что есть философия что если не было бы у тебя соперника с кем бы ты соревновался и я видел насколько влад одновременно рад своей победе и вместе с ним радовался я я видел насколько он переживает за соперника потому что он действительно наверно можно такой термин сказать душевный боец он с большим уважением всегда относится к своему сопернику я видел эту ту работу которую они проделывают андрей владимирович мчадиным и огромный был поток тексту с кем он боксировал вместе начинали тренироваться и получилось так что очень маленькое количество тех кто продолжает идти к своей цели те кто добивается своей цели упорство целеустремленность вера в себя во всем вот просто даталово топить за себя за свою идею наверное самым первым сложным шагом для меня было это уехать из россии и стартануть в европу попробовать заявить в европе о себе и в тот же момент во всем мире в 15 лет я поехал на первый профессиональный бой европу с таким одним из самых наверное серьезных и ответственных противостояние там и было с турецким спортсменом на в организации них своих галов этом смог поединок завершить нокаутом и попасть на евроспорт и таким образом я довольно сильно захватил медиа пространство в европе я приехал 15-летний пацан который в то время наверно пересмотрел коннор макгрегор у меня была косичка довольно длинные 7 дать как пришел заниматься начал отращивать косу как кости дел вот и я сделал и косы назад сверху головы она заходила в одну вот турок на face to face очень сильно начал громко высказываться толкаться вот я просто ему погрозил пальчиком вот в третьем раунде я смог его нокаутировать в бою очень очень прям сильно усыпить мне было 15 ему было 30 и я его прям уложил на лопатки он заснул надолго после чего уехал в больницу и в тот момент был евроспорт на этом турнире и они сказали что это огонь это это просто невероятно когда еще узнали мой возраст они были шокированы за сутки когда они показали в прямом эфире этот бой он набрал больше миллиона просмотров после чего они выложили во все эти за двое суток от набрала два с половиной просмотров и меня захотели все организации в европе и в тот момент я понял насколько много еще нужно работать насколько опасных парней мне начинают давать и насколько люди готовы пускать ребенка под танки и в тот момент я начал понимать вот эти слова то что тебя никто никогда не будет беречь ты должен только думать о самом себе я об этом понял но я благодарен той команде которая у меня была в тот момент когда мы работали с w5 потому что они меня сделали таким к которым я являюсь они меня смогли превратить настоящего мужчину и в 18 лет они дали мне прям конкретно хорошую проверку в россии на турнире w5 китек я дрался с с эдриком манхуфом это родственник мэлвина манхуфа на тот момент это был боец у которого жизнь за 60 профессиональных поединков на профессиональном ринге он драл он проходил в топ-10 лучших бойцов мира и я восемнадцатилетний пацан которым очень принципе только исполнилось 18 лет которого там 16 или там 17 поединков за спиной меня выпустили под эту машину я просто деклассировал я просто показал что он котенок со мной майк пасанье это тренер бадр харри это по совместителю тренер с эдрика манхуфа был впечатлен и он сказал что это вызов для него что он хочет чтоб его боец выиграл именно меня выиграл школу чадина и я смог два раза доказать что я лучше чем майк пасанье самый драматичный бой наверное с денисом зуевым я боксировал в мировом гран-при кунг файт там собирались 75 бойцов со всего мира и в течение года проводили гран-при первый отбор был в виде четверки после чего я провел суперфайт и выиграл и у меня был на пути денис зуев я технически со своим тренером смог прям идеально подобрать план мы смогли прям найти вот все все что было нужно для того чтобы денис был как ребенок в этом бою моей была ошибкой то что я не смог правильно сконцентрироваться и отработать по физу вот мы не смогли правильно отработать и в принципе мы сделали правильный вывод после этого мы начали работать со спортивной лаборатории про спорт лап я начал совершенствоваться и правильно распределять нагрузку на свои мышцы и вот с денисом меня подвела функционалка но то сколько я накидал ему ударов то как я выглядел в этом бою кто захочет его посмотреть все сразу поймут вот кунг лун файте на тот момент был просто другой план и я был слишком молодой для чемпионства в этой организации мне так и сказали мне сказали это напрямую мне сказали что просто рано чуть-чуть попозже он закончился по очкам с разногласием судей в одно очковый владимир тот момент я испытал то что я и говорил вот этот значок по цифре 2 который не раз бывал со мной в жизни до когда ты лучше соперника но обстоятельства сводит к тому что нужно что было так чтоб ты был вторым и это мне вновь показал что я должен быть намного сильнее чтобы никакие обстоятельства не могли на это повлиять нужно делать работу над ошибками чтобы становиться лучше чтобы сделать выводы после поражения нужно сесть и понять какие факторы были ошибочными в моем крайнем поражение в кикбоксинге да она была на glory с бразильцем там в принципе все прошло не очень удачно сожалению есть такие обстоятельства когда не все зависит от тренировочного процесса и когда твою психологию могут подломить какие-то потусторонние факторы жизни а вот к бою с бразильцем выведение моей физической функциональной готовности было максимально правильно в тот момент я честно это наверное был один из самых правильных лагерей по моему подходу подготовительному для выведения организма в пик потому что я прям смог именно правильно составить все графики отработать правильно с лаборатория отработать правильно по техническому процессу но я знал что моя психология надломлена я понимал то что я делаю работу и я не получает этого удовольствия которое получал раньше я не чувствую той чувствительности мышечные да и не чувствую того взрыва который могу выдать я понимаю что не могу просто элементарно сконцентрироваться правильно во время спринговочной работы и я проанализировал сделал выводы и максимально отдалил те факторы которые могут влиять на психологию в плане надрыва я теперь знаю потому что я начал заниматься психологией я начал очень много читает смотреть и в первую очередь чему нам помогает психология философия мы должны начать себя чувствовать мы должны научиться понимать свой организм прислушиваться к тем словам которые он ему говорит чего он хочет и иной раз поддаваться на его хочу и удовлетворять себя таким образом я смог понять да я например могу встать с утра я понимаю с каким человеком нужно сегодня встретиться чтобы просто завтра быть более работоспособным я понимаю насколько мне нужно правильно отработать по психологии для того чтобы не пить спортивную добавку какую-то пищевую до для того чтобы быть бодрым я просто возможно нужно с кем-то поговорить или просто кого-то увидеть где-то порой просто хочется обнять свою любимую собаку которая каждое утро тебя будет на тренировку выйти с ней погулять и пойти пробежаться и кайфануть да она вот тут это есть вот он солнышко мое вот и я понял то что нужно нужно чаще обращать и прислушиваться к себе они просто быть роботом потому что до 20 лет в моей карьере и очень часто свою сторону слышал робот биомеханизм тебя не остановить и слишком слишком много работаешь я часто это слышу на международных сборов сборной россии еще где-то то что слишком слишком-то много пашешь а я просто понимал то что я делаю то что мне приносит удовольствие я не чувствую от этого перегруза я правильно это распределяю вот но по это все зависело еще от того что моя психология была на правильном уровне вот но бывает такое что она надламливается и потом получается то что получилось в бою я смог выйти показать хороший первый раунд а потом морально тебя начинает съедать что ты что-то делаешь не то что что-то у тебя не получается но может может здесь тебе нужно сделать ошибку то у тебя пол скользкий тату стоять не можешь и все а это это зависит только от того что у тебя в голове сейчас сейчас и вообще последнее время я получаю максимальное удовольствие помимо поединков от искусства мне очень нравится снимать мне очень нравится монтаж и я люблю фото вот у меня есть определенные странички да и выкладываю просто туда свои работы которые когда-то запечатляю в путешествии просто во время какого-то процесса и в принципе у меня нет там сверхъестественной какой-то техники но у меня получается просто просто находить какую-то вот свое видение на это и делать круто сколько раз я не показывал людям которые этим занимаются не говорят что это прям прям сильно в принципе то что по монтажу в джойке вы можете видеть это частично мои работы это частично работа моего друга с европы который мне очень помогает монтаже и честно сказать вытягивает все это потому что до этого я занимался монтажом один когда работал с ютубом я выкладывал свои видеоролики подготовительные glory еще к чему-то а это забирало слишком много сил это забирало слишком много энергии потому что нужно продумать ракурс нужно продумать план это тяжело сейчас я просто снимаю лайф определенные отправляю человеку это делается но и также я могу сесть и частично помочь помочь кайфануть вместе с ним и насладиться этим процессом и развиваться потому что для меня сейчас монтаж он помогает видеть новые краски помогает видеть новые углы и возможности для совершенства потому что я в частичной смысле смотрю на самого себя на этих видеороликах вижу свои ошибки могу разобрать проанализировать себя и увидеть те грани которых я хочу достигнуть для совершенства у меня сегодня семейный обед мама пришли ресторан итальянец им пробовать обычной итальянской кухни вот и делиться впечатлениями смотрите кстати какой значок он до нашел ребята сделали как только решил выступать на топ-доге поэтому теперь можно как много использовать лично для меня топ-дог это организация которая задала тренд кулачного дела в в мире потому что я не раз встречал на иностранных пабликах фотки стоп-дога и вот это вот антураж сена я думаю что это создало определенную культуру и мне понравилась эта культура в каком-то смысле потому что когда я рассматривал заход свой в кулаки я вообще не разбирал и либо организации кроме топ-дога мы с моей командой посоветовались и знали что мы хотим именно выйти туда и когда когда мы начали общаться насчет этого я понял то что будет интересно будет интересно потому что я почувствовал что-то целое что-то единое я это чувствовал когда боксировал w5 и это чувствовал ты боксировал в кундун файт потому что когда ты можешь быть одним целом с организацией ты можешь чувствовать свое понимание и цель нахождение там вот когда я был в glory это было безумно сложно потому что я до последнего понимал что это не то чего мне сейчас нужно это рано я хочу драться там 67 раз в год меня мне говорят там один-два боя и я постоянно хотел хотел драться меня постоянно удерживали вот стоп-дог пообщавшись я понял то что там проверяют настоящих мужчин там хотят видеть настоящих гладиаторов и это было в моем сердце это было в моей душе мы всегда наш тренер говорил то что бою ты должен идти до конца ты никогда не должен показать что ты слабее что ты хочешь сдаться и это была именно та прекрасная возможность которую я никогда не мог там в юношеском возрасте испытает до в детском я хотел подраться на голых кулаках потому что меня знали как бойца на перчатках знали что я сильный меня уважали городе но когда только я сказал чтобы драться на кулаках очень многие засомневалась здесь в той в том месте где я вырос они сказали ну голый плакет совсем другое я был третьим на первенстве россии по боксу я знаю что такое руки вы тренер мастер спорта по боксу и я знаю что такое руки я знаю что такое боксерский стиль я знаю что такое шаги и я чуть по-другому разбираю по и я смотрю беру стиль разбираю его полноценно и понимаю как нужно боксировать что нужно бить что не нужно бить как подойти как подобрать план я понял что-то вдох это мое я смогу себя там показать мы тренер смог поддержать в моем желании но с очень большими переживаниями я честно не забуду его лицо когда я вышел на бой я я увидел в тот момент что он вам не сомневается это зря во мне нельзя сомневаться я я я я знал я знал что он за спиной и я представлял его я не мог я не мог сделать плохо зайдя в раздевалку начав подготовку к предстоящему бою я смог закрыть себя в своей коробке своей голове максимально откинуть все ненужные мысли да я никого не видел мне никто не был интересен я знал что нужно затейповать руки поговорить с андрею владимировичем и включить просто тот трек который в тот момент меня заряжал римдига на юг я сделал видеоролик под него разминки боя вот так же в принципе когда я выходил на бой все это время это было в моей голове просто играл трек просто один и тот же трек я год назад сел и просто собрал те фотографии которые мне очень душевно трепетно вот добавил их в одну колонку закинул и выбирал трек абсолютно случайно я взял этот музыкальную композицию и наложил на эти фотографии и это была моя жизнь он поет про мою жизнь он поет что я каждый день стою преодолеваю себя что я борюсь каждый день с собой что что я не один когда я вышел в принципе весь выход до это все спланировано отработанное движение да это я актер я знаю какие действия мне нужно делать для того чтобы привлечь внимание для того чтобы заинтересовать аудиторию поэтому все вот эти крики выход лицо движение все это для того чтобы заинтересовать аудиторию для того чтобы привлечь внимание и ну показать себя когда я подошел к углу я был только со своей команды все мы нашли connect наши головы с андре ладинчим соединились это одна нить единая он он представляет я уже это вижу даже не всегда нужно это говорить второй тренер до который который знал что ему нужно говорить что нужно действовать спокойно что нужно контролировать чтобы я был сосредоточен сконцентрирован чтобы не было всплесков эмоционально чтобы не было выделения адреналина чтоб я не шел в обан все я это знал я был со своим углом единственное что я помню что мне больше всего прямо порадовала я зашел подошел собрался с ними все они не стоят они выстроили свету шеренгу я разворачиваюсь махмуд в это время уже подходил он вышел стоял напротив меня и оборачиваюсь назад стоит моя команда поуч с этим полотенцем андрей владимирович пожможмет его видно что он переживает саня стоит держит телефон у которого трясутся руки они бледные я такой думаю прикольно прикольно я надеялся что вы будете с круглыми злостными лицами что мы сейчас будем бомбить ну ладно ладно сейчас разберемся все будет честно я никогда не смотрю там на габариты соперника на его физические данные я знаю его стиль я знаю его технику я знаете удары который он бьет что он чаще всего бьет на чем я могу его словить на чем я могу его поймать поэтому у меня нету потусторонних мыслей что я то могу что-то пропустить что он там сильный сломает насколько он сильнее меня я знаю сколько я работаю в зале я знаю насколько я предан этому делу и честно сказать я живу живу этим каждый день я встаю утром еду в зал после зала я иду на обед потому что я знаю что если не пообеду я не буду работоспособен вечером я обедаю прихожу домой смотрю бои смотрю расписываю планы подготовительные свои дальнейшие на будущее веду переговор по предстоящим поединкам со своими со своей командой и 24 на 7 я в кикбоксинге я в кулаках я в бойцовском деле поэтому когда я вышел туда я знал что я просто сильнее что мне нужно просто поймать свой лад и показать красивый бой когда мы начали работать мне нужно было щупать джебом мне нужно было видеть контролировать и когда я начал простреливать когда я начал быстро бить я понял что по скоростям я намного быстрее что все доходит до того что я взрываюсь джебом и он не видит его он не видит эту руку потому что на очень быстро после чего когда я почувствовал мы сошли с ним клинче я почувствовал когда он попытался меня подергать я почувствовал что нихера не получается что он дернул дернул и такой типа чего происходит я до этого всех на спаррингах в разные стороны кидал по печени сажала тут типа ты стоишь на месте я тебя столкнуть не могу вот я почувствовал что здесь я контролирую я почувствовал что я контролирую возле сена дистанцию я все почувствовал начал подключать правую смотреть правую было видно где-то подпроваливался на правую но все было только лишь из-за того что разбирая бои махмуда мы всегда видели что он садится на заднюю ногу что он уходит не перекрываясь причем поэтому я заворачивал туда закручивал в итоге я именно таким ударом и понимал нокаут сделал потому что он пошел на меня и я закрутил в бороду я зовет завел этот прямой удар сбоку для того чтобы не встречать встреч на прям пробить и не 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 брать на себя вес вес тела соперник чтобы получить травму и именно тот контроль который я смог сделать в первом раунде почувствовать его я понимал то что все я начинаю выводить на эмоции я начинаю его есть после того как он раньше вышел из угла я понял что он просто хочет драться все он уже технически и психологически какую-то тактику он не держит он просто хочет идти и боксировать вот тут была моя задача удержать свою дистанцию заставить его разозлиться еще сильнее и все я вывел его на то что он пошел на минуса такая этими такими легкими джебами да он легкий но его чувствуется вот но просто просто я понял что я вывел на эмоции заставил поддаться эмоциям и подвел все под то что закончил этот бой встречным ударом голову после боя вернувшись домой наверное первые 10 дней я выходя на улицу почти через каждые два шага встречал человек который жмет на руку горит красавчик молодец по крутой поединок ты вот вам заявила себе после чего я могу привести в пример то что творилось во время турнира у нас в барах здесь почти в каждом баре в нашем городе запустили трансляцию на эти бои и вот тут рядышком со всем находится ягер пап люди просто подкидывали столы когда я сделал нокаут просто люди были счастливы там такая эйфория я получил видео когда вот именно был сам нокаут как люди взорвались просто вот увидев эту победу и для меня это было безумное счастье что я смог подарить своему городу эмоции вот я смог зарядить и теперь люди пишут говорят о том что они хотят видеть то вдох парлея они говорят столица кулачных боев у нас пацанов кулаках дерется ого-го сколько когда турнир у нас когда турниру на я сейчас именно получаю почти каждый день сообщение от орловской аудитории со словами что так когда мы увидим тебя на парле на кулаках с турниром тут до вот я надеюсь что тут до приедет к нам заявит всех тех парней которые дерутся с орла мы покажем настоящее зрелище мои цели в топ-доге они на самом деле очень просты я хочу быть чемпионом собрать перстень отстаивать его и конечно же как боец который боксировал уже не раз международных площадках я вижу себя международных организаций вижу себя международных бойцах и я хочу стать той частью истории как организации топ-дога я хочу бой с американцами я хочу подраться с бойцом из барнака в россии и доказать всем что мы намного сильнее когда я вышел в топ-дог мне это дало уважение потому что кулаки показывают характер показывает то насколько ты можешь быть безбашенным с какой-то стороны но и в то же время насколько ты можешь быть смелым и храбрым что это сравнивается сейчас на уровне древних ледиаторских боев выйдя туда в моей жизни честно сказать ничего не поменялось я не начал чувствовать себя уверенными начал чувствовать себя сильнее я остался все тем же человеком но который заинтересован в том чтобы единоборство все больше и больше в нашем мире в жизни в нашей занимали это правильное положение и уважение среди людей и мы бойцы которые выходят на бои на самом деле ради того чтобы подарить это зрелище подарить любовь рингу который который мы выходим и трудимся на тренировках для того чтобы показывать красоту мне хочется чтобы это люди оценивали чтобы люди видели насколько много отдаем себя и просто нас уважали